Всем привет! Добро пожаловать в мой самый первый шоппинг-влог. Так получилось, что мы очень спонтанно поехали в Берлин, и я решила не упускать эту возможность и снять вам шоппинг-влог из магазина КОС. Также в будущем выйдет и шоппинг-влог из Масси Мадути. Я никогда еще не была в этих магазинах, видела только в интернете, поэтому для меня это было тоже что-то новенькое вдвойне снимать такое видео и при этом смотреть на все эти вещички, которые мне очень давно нравятся, которых я очень давно хотела. И вот, например, я сейчас показываю такой джемпер из шерсти. Я буду в видео вставлять скриншоты с составом, с ценой, чтобы вы могли все хорошо посмотреть. Чтобы видео получилось информативное, но при этом интересное. Также чуть попозже я пойду еще в другой магазин КОС, который будет чуть побольше. Также в Берлине у них все-таки немножко различается коллекция. И в конце видео также будет примерка. Я буду примерять и пальто, и кофты. Смотрите, какая классная шерстяная куртка, которая сейчас очень модная. Такие немножко как бомбер. Стоит 195 евро в составе 100% шерсть. Смотрите, такое черное однобортное пальто. Но, как по мне, выглядит оно не супер дорого. Хотя стоит 225 евро в составе, конечно же, шерсть. Но в будущем я покажу вам двубортное пальто. Оно будет выглядеть куда круче, чем вот это. Вот такие классные шерстяные серые штаны. 125 евро в составе 100% шерсть. Конечно, дороговато, но выглядит они прикольно. Сверху на поясе резиночка. Но, как я потом узнала, считай, у всех таких штанов в кос на поясе резинка. А вот то самое черное двубортное пальто. Оно, конечно, стоит уже подороже. 290 евро в составе 57% шерсть. Но, как по мне, оно выглядит немножко круче, подороже. Смотрите, вот такой вот кардиган. Как по мне, немножко в таком животном принте. 150 евро в составе 38% альпака. И вот эти вот все волосики очень так лезут. И немножко колючие. Я это не очень люблю. Я потом в следующем магазине покажу, что творится потом с вещами, которые висят рядом вот с такими вот вещами с альпакой. Смотрите, такой вот джемпер. 100% кашемир. 175 евро. Он есть в разных цветах. Мне очень нравится. Супер мягкий кашемир. Но, как по мне, немножко простовато. Также вот такой вот уже джемпер черного цвета. 225 евро. Тоже 100% кашемир. Но он уже такой немножко поинтереснее. С таким V-образным вырезом. Ушей уже более такой плотный, толстый. Но мой фаворит, именно вот этот джемпер. 250 евро. Тоже 100% кашемир. Супер мягкий. У меня он появился в коричневом таком оттенке и в сером. Я вам тоже потом примерю и покажу еще в других цветах его. Просто мое любимое. Я не покупала в магазине. Я купила подешевле на Vinted. Потому что 250 евро. Это, конечно, ну прям очень много. Но я уверена, что он прослужит, конечно, очень долго. И я очень рада. Сейчас я вам показываю 100% кашемировые такие трикотажные штаны. Они такие довольно оверсайз и длинные. 175 евро, конечно, тоже недешево. Но не совсем для меня. Потому что на меня они будут просто висеть, как мне кажется. А вот я сейчас показываю эту же самую кофту в черном цвете. Которая 100% кашемир. Также вот такие вот куртки на молнии. Тоже сейчас они довольно модные. 150 евро. Но в составе просто полиэстера. Как бы ничего хорошего. А 150 евро, как по мне, завышенная цена. Вот такие кардиганы. Тоже супер красивые. 175 евро. Такие довольно тоненькие, но очень мягкие. И вот такие вот водолазки. Тоже мой топ. Я очень хотела купить. В составе 100% шерсть мериноса. 50 евро. Они есть в очень многих цветах. Вот я вам показываю. В таком коричневом. Вот такой вот бежевый. Есть еще вот. Сейчас покажу. Черные. Ну, они супер, конечно, тонкие. Но они не супер мягкие. Но и при этом они не царапаются. Вот сейчас вам тоже покажу, что они реально прозрачные. Также я примерю вам потом их. Ну, как бы да. Это только если что-то пододевать сверху на них. Вот еще одна шерстяная куртка. 175 евро. 60% шерсть. Такого красивого коричневого. Немножко с фиолетовым оттенком, мне кажется, цвета. Также здесь вот представлены немножко носочки и бижутерия. Вот это платье, конечно, тоже очень интересное. 150 евро. Низ очень такой нестандартный. В составе 100% шерсть. Также есть еще вот такие вот кофточки наподобие тех водолазок. Тоже за 50 евро. 100% береносная шерсть. Только они идут уже без горла. И они, по-моему, тоже в разных цветах. Вот сейчас показала темно-коричневый. Также есть бежевый. Вот такое вот пальто. Тоже интересное. Такое в цветочном принте. 290 евро. В составе 61% шерсть. Очень интересное. Двубортное. Оно без пояса. Я его тоже потом позже примерю. Вот такое коричневое горчичное пальто. В составе 60% шерсть. С поясом 250 евро. Я его тоже потом примерю. Очень красивый, конечно, цвет. Очень приятный материал. И также вот такая вот кофточка серая. Наподобие того черного шерстяного платья. А вот это пальто. Это, конечно, просто супер тренд. Сразу идет с шарфом. Также полоска вертикальная. 70% шерсть. Стоит 275 евро. Ну, это, конечно, просто супер что-то такое модное, современное. Я тоже это потом примерю. Смотрится, конечно, супер интересно. Я держу так немножко камеру снизу, потому что я немножко стеснялась. Магазин был довольно пустой. И было очень много персонала, который прям следил. Вот еще одна такая шерстяная куртка. 195 евро. 100% шерсть. Очень интересная расцветка. Такая фиолетово-коричнево-синяя. Не знаю, очень интересно сделана. То ли в кружочек, то ли что. Очень непонятная. Очень интересная. Вот еще какие-то крикотажные штаны темно-синего цвета. Стоит 115 евро. Чувствуется, что в составе шерсть. И к нему тоже есть такой вот жакет. Сумка 69 евро. Очень такая, конечно, объемная. В составе просто полиэстер. Я считаю, что, конечно, дороговато. На Алиэкспрессе можно купить намного дешевле. Также вот так немножко пробежимся по мужскому отделу. Тоже все такое достаточно базовые цвета. И вот мне приглянулась еще одна шерстяная куртка. Красивый коричневый оттенок. 225 евро. 64% шерсть. Очень красивая. Хоть это и мужское дело, но мне кажется, девочкам тоже можно. И вот, как и обещала, второй магазин Кос, который уже побольше. Сразу на входе встречает такое яркое пятно, шарф и шапка. 89 евро из 64% мархер и 33% шерсть. Ну, такие довольно колючие, как мне показалось. Вот такое вот уже пальто. Довольно такое зимнее, с поясом. 290 евро. В составе 80 на 20 пух перо. А вот еще один джемпер с шерстяной. 89 евро. Он уже не такой дорогой, как, конечно, Кашемир. Хотя в составе 100% шерсть. Но, как по мне, выглядит опять немножко скучновато. Я люблю что-то более интересное. Вот какие-то водолазки. Вот такая обычная такая футболка оверсайзная. С 35 евро стоит. Они тоже будут есть в разных оттенках. И вот рядышком опять висит шерстяная куртка. 225 евро. С шарфом. 60% шерсть. Я тоже это примерю. Очень тоже красивый такой фиолетово-синий насыщенный оттенок. Вот такое немножко укороченное серое пальто. 195 евро. В составе 60% шерсть. Ну, вот это мне не особо понравилось. Вот еще интересно. Трикотажное платье. 99 евро. 100% шерсть. Просто такое оверсайзное, свободное, черное платье. А вот я видела такой интересный комплект. Джемпер и юбка. Трикотажная, шерстяная. Шерсть мериноса 100%. Джемпер стоит 89 евро. И вот такая вот интересная юбка. Она стоит 99 евро. Сверху такая резиночка. Мягенькая, но, конечно, не каждая решится. Вот еще что-то интересное. Мне показалось, что это платье. 63% вискоза в составе стоит 125 евро. А это вот такой вот костюмчик с штаны и кофта. Тоже на любителя. А вот что-то такое нарядное. Такая вот юбка с блестками. 99 евро в составе вискоза. Конечно, очень нарядная. Но, как я потом увидела на сайте, что она довольно прозрачная. А вот то самое пальто однобортное, которое, как по мне, выглядит немножко дешево. А вот это вот опять что-то трендовое. Это такой блейзер приталенный, при этом с такими суперздоровыми рукавами. 100% шерсть. 175 евро. Будет, конечно, круто. А вот тоже такое супертрендовое платье. Тоже в полоску вертикальная. 99 евро. 70% вискоза в составе. А вот что-то непонятное. 115 евро. Это вот такая кофта с открытым спиной и какими-то такими интересными рукавами в составе шерсть. Вот опять такой тоненький джемпер. 49 евро. Шерстью мериноса, которую я вам уже тоже показывала, просто в другом оттенке. А вот интересный укороченный блейзер. 150 евро в составе. 100% шерсть. Тоже, конечно, смотрится очень интересно. А вот интересные штаны горчичного цвета. 115 евро в составе 81% ная ацетат. Я подумала вначале, что это шелк. Также вот немножко базы. Вот такие вот в полоску футболки с длинным рукавом. 39 евро. В составе хлопок. И вот уже, мне кажется, всеми любимая ненавистная макси юбка джинсовая. 89 евро. А вот мне встретились джинсы. Джинсов мне показалось очень мало. Стоят они 79 евро. Ну, такие обычные, как мне показалось, мамфит формы. А вот еще одно пальто. До колен примерно 275 евро. В составе 70% шерсть. Двубортная. Тоже достаточно красивый, симпатичный такой оттенок. А вот опять немножко базы. 35 евро. Футболки с длинным рукавом. Представлены в очень многих разных оттенках. А вот еще один пухарь. Пуховик с резинкой такой на талии. Тоже состав. 80 на 20. Перой пух. 195 евро. Прикрывает попу, но не длиннее. А вот еще интересное платье. 89 евро. 100% хлопок. Ну, вот я вам показываю, что очень к нему все прилипает. Особенно такие вот кофточки из махера, которые я вам до этого показывала. И вы видите сейчас, что эти кофточки сделали также с другими вещами. Потому что очень много вещей было правда вот в этом вот махере. Вот тоже та самая кофточка. И вот видно, как с нее все сыпется. Поэтому я вам очень не советую. Вот в составе 70% махер и 30% шерсть. Я бы вам не советовала. Вот висит еще одна похожая оранжевая кофта. И вот вы видите, что творится со свитерами. Выглядит, конечно, это не очень. И вот опять какое-то платье, которое, видимо, висело где-то рядом с ними. Честно, даже смотреть его, рассматривать не хочется. А вот мне попался опять костюм. Блейзер шерстяной 195 евро. 100% шерсть. И к ним вот такие вот обычные 125 евро штаны. Тоже 100% шерсть. И как я вижу, они тоже есть еще в двух других оттенках. В черном и коричневом. Ну вот они тоже, к сожалению, в этой шерсти от Махера. А вот тоже еще интересный джемпер. 195 евро. 100% кашемир. Такой бежевый оттенок. Еще есть такой темно-синий. Довольно тоненький, но немножко с горлышком. А вот еще интересная такая жилетка с горлом таким интересным. Тоже с кашемиром. 175 евро стоит. Я потом тоже вам примерю. Конечно, очень мягкая, очень приятная. Вот опять джемпер. 225 евро в темно-синим оттенке. Кашемировый. Он уже такой довольно плотненький. Вязка довольно крупная. А вот мне еще очень понравились такие классические шестяные штаны. Стоят они 135 евро. Такой очень приятный цвет. Немножко такой, как елочка сделанный. А вот еще тоже немножко украшений. И также мне бросились в глаза вот это вот что-то непонятное. Какие-то тапочки кашемировые. То ли носки, то ли тапочки. Стоят 79 евро. Конечно, прикольно. Но, как по мне, тоже дороговато. Хотя я в таких, наверное, с радостью дома ходила. Вот очень красивые шарфы. Кашемировые. Тоже есть они в разных оттенках. В составе 60% шерсть и 40% кашемир. Тоже этот коричневый оттенок мне очень понравился. Вот такой вот кардиган. Тоже 100% кашемир. 175 евро. Есть еще, как я поняла, в черном оттенке. Но он такой довольно тоненький. Но очень красивый. А вот тоже красивый коричневый блейзер. Стоит 175 евро. Еще есть, наверное, в синем или черном оттенке. 100% шерсть. Двупортный. А вот такой вот яркий синий джемпер. 100% кашемир. 100% кашемир. 195 евро. Еще есть бежевый. Я, возможно, даже где-то уже бежевым показывала. Потому что я, честно, я в них путаюсь уже. Они все выглядят такими похожими. И вот опять моя любимая кофта, которая у меня есть. Кашемировая с горлом. 250 евро. Вот они прям, конечно, супер приятные на ощупь. И теплые. Уже проверяла. Вот такая вот шелковая блузка. 150 евро. Черного цвета. Еще есть беленькая. В составе прям 100% шелк. Вот такая вот куртка на молнии. 150 евро. Тоже красивый оттенок. Коричнево-фиолетовый. Я вам тоже примерю. Его прям возле них. Висят джемперы. Тоже очень похожего оттенка. 175 евро. Кашемировые. Тоже представлены в нескольких оттенках. Смотрите, какая интересная. Тоже приталенная рубашка. Тоже вертикальную полоску. 100% шерсть. Стоит 115 евро. И к ней еще идет прям, ну, очень интересная юбка. С запахом. Тоже в такую же полоску. И вот я нащупала опять что-то мягенькое. Кашемировое 100%. 225 евро. Тоже представлены еще в красном и в темно-синем оттенке. Вот еще костюмные штаны на резинке сверху. 100% шерсть. Я их потом примерю. Но, как кажется, что они мне будут большеваты. А вот черный кардиган с пуговичками. Стоит 69 евро. В составе 73% шерсти. Он идет такой прям приталенный. Рядышком висит прям такой комплект джогеров. Из хлопка. Стоит 49 евро. И рядышком такой вот свитшот. Также из хлопка. Стоит 59 евро. Тоже имеются разные еще цвета. Но этот цвет такой яркий, но интересный. Также вот тут представлено немножко нижнего белья. А вот что-то наподобие. Как будто джинсы. Материал, но это не джинсы. 69 евро такая вот рубашка. И к ним идут тоже такие вот штаны на резинке. Как карго. 79 евро. Еще есть такой же хаки оттенок. Я вам покажу вам позже. В составе лецел, катон. А вот уже черный такой расслабленный костюм. Вот такие штаны снизу не на резинке. Стоит 55 евро. Еще есть белый оттенок. Тоже в составе катон. И к ним идет также свитшот. Оттенок такой не прям пепельно-черный. Такой немножко, как мне кажется, даже с серым оттенком. И свитшот стоит 79 евро. Как по мне, тоже немножко дороговато. А вот те же самые уже. Только такого хаки оттенка штаны. Тоже 79 евро. Смотрите, какой кардиган. Такого прям травянистого зеленого оттенка. Укороченный. С супер длинными рукавами. Стоит 69 евро. А вот трикотажный костюмчик, который я померю. Шерсти мериноса 100%. Штаны такие на завязочке. Все очень такое, конечно, мягкое. Штаны стоят 89 евро. И к ним идет такой же кардиганчик. Стоит 89 евро. Также в составе 100% шерсть мериноса. Шерсть мериноса 100% шерсть мериноса. А вот такой же кардиган, как был зеленый. Тоже только оттенка такого темно-серого. Также укороченный и с длинным рукавом. Вот еще интересный кардиган. 125 евро в составе. 100% шерсть. Конечно, очень такая интересная расцветка. И он довольно прям здоровый оверсайз. А вот еще одно пальто. Прям зимнее. 250 евро. Длинное. Еще есть такое же белое. В составе тоже 80 на 20 пух перо. И вот мне тоже приглянулось. Это вот платье горчичного оттенка. Такое, как плейсировки. 125 евро стоит. Еще есть такое же черное. Но в составе, к сожалению, полиэстер. И также 43% шерсть стоит 125 евро. И вот сзади висят такие же черные. Но мне понравился именно этот красивый горчичный оттенок. Тоже очень красивые кожаные перчатки. Модные в этом сезоне красным таким ярким алым оттенком. Стоит 69 евро. Вот еще одна лица. Шерстяная кофта на молнии. Стоит 89 евро. 100% шерсть в составе. Но меня это не прям так привлекает. Как по мне, те кашемировые все-таки выглядят куда дороже. А вот еще интересный бомбер. Укороченный, прям оверсазный. 150 евро. Но в составе тоже только полиэстер. Я его потом тоже вам позже примерю. А снизу находится этаж с мусским оделом. И вот я в примерочне покажу, что одета на мне пальто, которое мне подарила мама. Вот такой вот худи Зары. Под низом у меня такой водолазка шерстяная. Штаны Доктор Деним и Уги. И вот я примеряю сразу вот эту вот куртку коричнево-фиолетового оттенка на замке. Такая как стеганая. Но она, конечно, прям тоже очень оверсайзная. Выглядит на мне как мужской, наверное, М-размер. Будет, конечно, прикольным. А вот самое готичное платье. Смотрится, конечно, очень интересно. Но мне тоже дороговато. Мне кажется, что мне очень идут такие оттенки. Поэтому я не могла не померить. Оттенок реально очень красивый. Можно носить это платье как с поясом, так и без. Но без пояса, как по мне, были это немножко просто как мешок. И также вот прям сверху до самого низа, кажется, находятся вот такие вот скрытые пуговички. И само платье на ощупь такое достаточно грубое, как я бы сказала. Даже напоминаю, что это блейзер. А вот трикотажные костюмы. Вот, смотрите, мне, конечно, это немножко большевато. Кардиган еще нормально. А вот штаны, хоть я все примеряла в размере XS. Полностью все. Но вот штаны на мне прям такие висячие. И они, конечно, должны быть, наверное, оверсайзны. И немножко на спущенной талии. Но для меня это, конечно, слишком оверсайзно. Я такое не очень люблю. Тем более, что трикотажные вещи часто растягиваются. И потом будет все это дело еще шире. А вот приталенная рубашка в полоску. Но на мне она тоже, к сожалению, сидит не так, как я хотела бы. Мне не хватает, мне кажется, тоже немножко веса и плечей, и груди. На мне она не сидит так прикольно, как на модели. И вот штаны тоже, конечно, на мне прям, ну, реально большие. И вот я вышла немножко померить пальто и куртки. Это пальто тоже на мне большеватое. Я метр шестьдесят один и обвешиваю где-то примерно сорок четыре килограмма. И я как-то в этих вещах, ну, как мне кажется, реально тону. Они, конечно, должны быть такими оверсайз. Но, мне кажется, на мнении выглядит даже немножко смешно. А вот это вот пальто, конечно, смотрится уже на мне получше. Потому что, наверное, все-таки из-за ремешка оно не такое объемное. Но рукава, конечно, мне очень длинные. Я прям вообще, у меня руки теряются в них. И длина, как вы видите, тоже довольно длинная. То есть для высоких моделек тоже отлично подойдет. И вот так вот смотрится пальто без ремня. Тоже прикольно. Вот такой расслабленный стиль. Тоже мне, конечно, очень нравится. Мой любимый оттенок. Ага, вот тот самый бомбер укороченный. Он прям, конечно, реально очень укороченный. И вот такие прям объемные плечи. Смотрится он интересно. Но, конечно, не с этим худи. Лучше, наверное, вообще полностью без худи. А под низом что-то было, что-то более обтягивающее. И вот тут самое пальто, которое очень интересное. С шарфом в полоску. Оно тоже достаточно объемное. Но, как по мне, опять-таки для меня носибельно. То есть с моим весом, с моим ростом. Вполне вменяемый оверсайз. Смотрится, конечно, вот реально интересно. Вот я сейчас пытаюсь этот шарф положить по-разному. И, как по мне, как его не положи, всегда смотрится интересно. И вот я опять в примерочной. Вот такая вот шерстяная куртка. Оттенок коричнево, наверное, фиолетовый. Тоже, конечно, очень оверсайз на мне. Я бы хотела поменьше, потому что рукава, опять я прям втеряюсь в ней немножко. А вот уже то, что, как мне кажется, выглядит более интересно. Наверное, опять за счет этого вот этого шарфа. Очень красивый, благородный такой темный, все синий оттенок. Как по мне, смотрится поинтереснее. Хотя, опять, конечно, у меня это все большое. Вот я сейчас пытаюсь тоже шарф как-нибудь положить интересно. И, как по мне, смотрится прикольно. Но было бы неплохо, если был бы размерчик поменьше. Потому что вот даже в плечах, вот видно, что оно немножко странно собирается на мне. А вот жилетка, которая мне очень понравилась. Очень красивый такой темно-серый оттенок. Она супер прям мягкая. Прям вот кашемир-кашемир. Длина такая почти прикрывает попу. Мне она, конечно, очень понравилась. Музыка. 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 А вот тот самый свитер кашемировый, в который я просто влюбилась после этой примерки, тоже цвет очень такой интересный, насыщенный, сзади он такой удлиненный, спереди чуть укороченный, я его потом себе купила, только, повторюсь, купила его на Vinted. Я там его купила гораздо дешевле, в общем, у него такое горло, которое можно оставить вот таким прям длинным стоячим, либо так вот немножко его убрать, но, как по мне, когда оно прям стоит, выглядит более интересно, мне как бы больше нравится. Свитер этот супер мягкий, он очень хорошо прям греет, я уже носила, реально, конечно, просто супер. А вот кофта такая, немножко на замке, горло, шерстяная, но, как по мне, выглядит немножко уже не так интересно, не так круто, как предыдущая. Субтитры сделал DimaTorzok А это те самые водолазки, которые довольно прозрачные, они очень тоненькие, они довольно приятные на ощупь, вот видите, оно реально прям просвечивает все. То есть, я бы вот так вот просто носить бы не рискнула, если только их пододевать под кофты, и их тоже, их очень много цветов, вот видите, даже такой необработанный край. Вот я мерю такую же бежевую, они, конечно, мне кажется, будут супер классно согревать, они прям такие к телу прилегают очень хорошо, но, блин, эта прозрачность, конечно, все портит. И вот я под конец решила надеть все вместе, шерстяную куртку, кофту и под низ водолазку. Все вместе, оно прям, считай, все сливается по цвету, это, конечно, утепление еще то. Смотрится, конечно, все вместе прикольно. Смотрится, конечно, все вместе.